Здравствуйте, ребята! Вот мы с вами вновь и встретились. Сегодня мы продолжаем наши поиски. А вы помните, какие поиски мы найдем? Да. Верно. Наша задача найти в прошлом красноармейца Федора Морозова и передать ему новогодние поздравления от его семьи. Во время Великой Отечественной войны письмо от солдата затерялось. И наша с дедушкой задача найти его. Вот загвоздка только в том, что мы не знаем, где Федор Морозов. Не знаем, в какое место и время отправить нам это послание. Но благодаря знаниям и умениям моей внученьки, которая исследовала все интернет-пространство, мы узнали о нескольких Федорах Морозовых. Четырех из них мы уже обошли. Но, к сожалению, ни один нам не подошел. Но мы не отчаиваемся, ведь у нас есть такие замечательные помощники, как вы. Мы вас не сомневаемся. И сегодня я нашла еще одного Морозова, на поиске которого мы с вами отправимся. Ну-ка, внученька, расскажи нам, куда мы сегодня отправимся. Тогда слушайте и занимайтесь. Совершенно случайно я наткнулась на прелюбопытную справочку. Вот, послушай. Справка из главного управления военных трибуналов железнодорожного и водного транспорта. Так вот, в этой справке говорится, что Федор Петрович Морозов, обвиняемый ранее в том, что он добровольно покинул свою воинскую часть с 11 по 23 апреля, оправдан по всем статьям. Очень хорошо. Значит, не уклонялся наш Федя от воинского долга, бил фашистов. Только где уже указанное время находился? Так вот, здесь же все и написано. Поясняется, что красноармеец Морозов во время крымской наступательной операции в результате полученного им ранения отстал от своей части. Получив помощь от местного населения и восстановив силы, Морозов поспешно возвращался в расположение части. Но на железнодорожной станции Книжевич, так-так-так, был привлечен начальником станции для восстановления разрушенной бомбежкой железнодорожных путей. То есть, внученька, ты хочешь сказать, что если мы сейчас отправимся в 11 апреля, то там на станции и встретим Федора Морозова? Нет, дедушка, в 11 апреля рано. Нужно примерно в 20-е, когда железнодорожные пути будут восстановлены. Так, внученька, а где же эта станция-то находится? Дедушка, интересно, что сейчас этой станции не существует. Вот вам здрасте. И как же быть? Подожди, вот. Я нашла, что эта станция теперь называется Яркро. И под этим названием она существует до сих пор на Крымском полуострове, 30 километров от Симферополя. Ну что ж, тогда нам пора отправляться в путь. Вперед, дорогие друзья, вперед к новым приключениям! Итак, время нашего назначения 20 апреля 1944 года. Место назначения Крым, железнодорожная станция Книжевич. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаю колдовать. Раз, два, три. Раз, два, три. Здравствуйте. Здрасте. Судя по отёшке, вы не местные. Так? Наверное, из отёшки, там даже бригад. Почти. Скажите, пожалуйста, а не вы ли красноармеец Фёдор Морозов? Или мы рано пришли? Фёдор Морозов? Помню, был у нас такой, да? Дедушка, это не он. Кажется, мы рано пришли. Похоже. Да не, вы не рано, вы даже опоздали. Он уже... кого? Чего от того? Бомбёжка. Вот предолага. Не скажите, где это случилось? То мы должны ему письмо передать. Отнесём письмо и вместе с цветочками положим, и свой долг выполнят. Какие цветочки, какая помножка, всё нормально с ним, он всего минут 15 назад, вон, на ЕСОО не уехал, всё, наконец, всё он блюднеет. Хорошо. Запугал. О, да? Ну, всё равно мы опоздали. Где же нам теперь его искать-то? Дедушка, да если он 15 минут назад ушёл, то почему ещё хвоста видно? Правильно. Всё так и должно быть. Он остановился на 29-м километре. У нас сейчас особая наступательная операция, и поступил срочный приказ. Пропускаем скоростной. Так здесь, здесь совсем недалеко. Километра три. Мы сейчас, Снегурка, с тобой парились, нам дойдём и передадим письмо. Правда же? Да, во-первых, не километра три, а километров пять. А во-вторых, куда вы собрались идти? Если вы пойдёте по железной дороге, то сразу того. Вы имеете в виду? Да, 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 как раз цветочки пригодятся. Подождите, солдат, но нам очень нужно передать письмо Фёдору Морозу. Так, ну, для этого у нас связь есть. Можно будет связаться. Передадим пол громкоговорителям? Не-не-не, это ещё не налажено. У нас есть другой способ. Я покажу вам с чем. Так, подождите минутку, сейчас. Фёдор, то есть, как куда это он пошёл? Да, где-то у нас тут были. Вот, есть у нас вот такие флажки. Это используется семафорная азбука. Каждый железнодорожник знает, как её вращаться. С помощью вот этих флажков мы сейчас передадим ему любое сообщение. Так, всё. А вот он, это не он там вышел? Да-да. Да, оказывается, он. Заметил, заметил, заметил. Да, да, кажется, заметил. Так, ну что, что будем передавать? Передайте вы Фёдору Морозу. Я и так знаю, что это он. Это точно Фёдор Морозов. Давайте что-нибудь важное передадим. Тогда передайте так. Письмо. Ага, хорошо. Давайте, я готов. Как, флажки ставить? Я не знаю. Я тоже не знаю семафорную азбуку. Вы сами давайте, сами. Так я-то тоже не знаю. Правда? Вы же говорили, что все железнодорожники знают семафорную азбуку. Слушай, да, железнодорожники, моряки, все знают. Но я-то не моряк и не железнодорожник. Я-то сапёр. Что же делать? Не переживайте, мы забыли. У меня же есть чудесный планшет. Сейчас сюда идём. Итак, вот. Готов, солдат? Так, точно. Тогда внимательно слушай. Правая рука строго вверх. Левая строго в сторону. В сторону. Это буква П. В. Замечательно. Теперь правая рука строго вверх, а левая флажком коленем. Это буква И. Теперь правой рукой флажок коленем, а левая по диагонали вверх. Это уже буква С. С. Замечательно. Теперь нужно обе руки вверх. Это мягкий знак. Устал, солдат? Нормально, трепимо. Ещё немного. Правая рука по диагонали вниз, левая по диагонали вверх. Это буква М. Ну и последнее. Правой рукой флажок коленем, левая по диагонали вниз. Буква О. Письмо. Точно, получилось письмо. Что он там отвечает? Да, что-то показывает, но ничего не вижу. Дедушка, может поможешь мне? Ребята, а вы возьмите дома листочки, платочки и присоединяйтесь к нам. Поможем дедушке и солдатам. Ну что, мы с ребятами готовы. Дедушка, а мы готовы? Готовы, готовы. Готовы. Погадывать лучше. Так как показывает правая рука по диагонали вниз, левая коленем. Это буква О. Обе руки в стороны. Это буква Д. Так, так, дальше, дальше, дальше. Правая рука по диагонали вверх, левая коленем. Это буква Д. Правая рука по диагонали вниз, левая коленем. Опять у ПО. Правая рука по диагонали вверх, левая по диагонали вниз. Это буква Д. правая рука по диагонали вниз левая коленем у нас проживает кого надо ответить что от детей я готов а девушка ты готов начинать левая рука вверх левая флажок коленем теперь нужно обе руки в сторону еще раз Диагонали вверх, левая флажком коленем, буква Е. И теперь распространение. Будь внимательной, пожалуйста. Правая рука строго вверх, левый флажок коленем, буква И. Получается от детей. Так, он что-то показывает, показывает. Сейчас, минуточку, минуточку. Левая рука по диагонали вниз, правая коленем. Это буква Н. Левая рука по диагонали вверх, правая остается под коленем. Это буква Е. Так, правая рука в сторону, левая рука тоже в сторону. Это буква Т. Нет. 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 Нет? У него нет детей. Говорят, что у него нет детей. Значит, и это письмо, не ему. Действительно, похоже, у этого солдата нет детей. Слушайте, ну он ждет, надо что-то передать. Так, что-то надо ему передать. Он ждет. А передай ему с Новым Годом. Слушайте, ну что, вы совсем с ума сошли? Они там подумают, что мы тут те с ума посходили. То про каких-то несуществующих детей мы ему рассказываем, а теперь в апреле с Новым Годом поздравляем. Нет, давайте я уже скажу ему, что это ошибка была. Так, передавай. И так. Так, Юрьевич, я сам справлюсь, я вроде запомнил. Ладно, молодец, боец. Так, вроде все. Все. Вроде тоже ушел. Так. Ну, и мне пора. Так, дедушка, опусти меня, пожалуйста. А, боец, помоги мне спуститься, старику. Хорошо. Удачи, дедушка. Так, дедушка, давай. А мы с тобой сейчас только делаем. Держись, держись, давай. Держу, держу. Ай, ну чё? Ай, ну чё, чё, чё? Слушай, ну что, давай. Аккуратно, держись. Спасибо, боец. Спасибо, солдатик. Ой, ой, вставать, я сам. Ну что ж, внученька, не тот оказался боец. Слава, дедушка, пора нам с тобой возвращаться домой. Держи меня за руку, внученька, отправляйся. Раз, два, три. Ух, вот мы и снова дома. И опять несолоно хлебавшим. Дедушка, меня вот всё мучает вопрос. Почему у железнодорожников один флажок жёлтый, а второй красный? Ну, внученька, я, к сожалению, не знаю ответа на этот вопрос. А давай мы у ребят спросим. Давай. Ребята, ответьте нам, пожалуйста, почему всё-таки у железнодорожников один флажок жёлтый, а один красный. Справитесь? Конечно, справится, дедушка. Ну и молодцы. А ты, внученька, не расстраивайся. А зато мы в каком интересном месте побывали. На вокзале, с солдатом познакомились. Опять-таки, Крым. И правда, как будто на курорт съездили, в отпуск, на каникулы. Вот. И на этой прекрасной ноте, я думаю, что нам на сегодня надо закончить. До свидания, друзья. Совсем скоро с вами увидимся вновь в Музее Победы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok